Подготовка идет по штатным режимам. Мы переехали сюда, в Ташкент. Первый день был для адаптации. Вчера уже тренировались на арене, сегодня тренировались на резервном поле. Идет все как обычно. Можем сказать, что по количеству есть полноценное. Но, к сожалению, нет полноценного здоровья. Но постараемся использовать футболисты, насколько они могут нам давать. И подготовка сильно не отличается от того, были они полностью здоровы или нет. Но, как я говорил, идет все по плану, как мы считаем, что должно быть. Ну да, мы сейчас точно хорошо, что у нас есть больше понимания от Аргентины за то, что мы недавно с ними играли. Материал собрали и когда мы играли, и эти четыре матча, когда они сейчас играли, и других матчей, когда они играли. Важные матчи, около семи матчей, шесть матчей, по-моему, мы разобрались с Аргентиной. И, ну, если я говорю, что каждый чемпионат мира – своя история. Тем более, каждый матч. Товарищи матчи, матчи за выход в полуфинал. Это я жду, что завтра совсем другой матч будет. Какие матчи будут, я не могу сказать. Но по-другому, чем было в товарищи, это точно. Ну, я думаю, что очень быстро. Я просто думаю, что и в раздевалке мы уже спустились, вот эти пулсы, да, и спустили вот эти эмоции. Конечно, когда приехали в гостиницу, еще игру, еще один раз смотрели. Но то, что было переезд на следующий день, тоже это помогло. Переезд, другая обстановка, другая гостиница – это сильно помогло. Поэтому сегодня у нас уже, уже сегодня полный восстановленный, что касается эмоций. И если будут какие-то проблемы завтра, точно это не это. Но ожидаемо завтра очень сильный шум, да, поддержка. Завтра акустика у Марина, несмотря на то, что она огромная, но она такая уютная и слышно очень. Мы друг друга не слышим из-за того, что шум. Ждем, ждем поддержки от наших болельщиков. И то, что болельщики можете от нас ждать, это вот именно вот этот дух, да, дух войны, который не сдается никогда. И будете до конца бороться, чтобы защищать цвет Казахстана. Продолжение следует... Продолжение следует...